Доброго дня, дорогие друзья! С вами проект Паломники онлайн. В свое время Господь до этого места, где мы сейчас находимся, дошел от Иордана. Мы доехали на комфортабельном автобусе, но на этом, я думаю, комфорт закончится, потому что мы находимся на горе Искушения, 40-дневная гора, там, где Господь постился, там, где искушал его дьявол, и там, где враг рода человеческого получил отпор от Сына Божия. Фразу «не хлебом единым будет жить человек» сегодня и светские люди употребляют для обоснования каких-то своих взглядов, но она впервые была произнесена вот здесь. Анна Мусан-Леви, наш постоянный спутник и проводник по Святой Земле, расскажет подробнее и об истории этой Святой горы, о нынешней истории и о том, что произошло здесь во времена Спасителя. Мы поднимаемся на 40-дневную гору, на которой сегодня стоит монастырь, который так и называется по-гречески Сарандарий, то есть 40-дневный монастырь. Этот монастырь был построен недавно, однако пещера, которая находится сегодня в храме, очень давно была известна христианам, по преданию именно в ней Господь молился, постился 40 дней, то есть он жил в пещере как подвижник. А сам монастырь этот нынешний был построен в 19 веке. Наша патриархия выкупила склон горы, и на вершине ее есть раскопки древней лавры, которую здесь устроил еще Хритон Исповедник в 4 веке. И, скорее всего, он тоже знал и о пещере Спасителя, и молился там, и жил там. И вот сейчас на вершине ничего нет, а на склоне есть наш православный монастырь Иерусалимской патриархии. Ну, освящен он в честь Георгия Победоносца, но никто так его, конечно, не называет. Называем его 40-дневный монастырь или монастырь на горе искушений. Анечка, ну вот так же, как монастырь Георгия Хазевит, он ведь освящен-то в честь Божьей Матери, как оказалось, когда мы туда пришли. Да, да. Ну вот так у нас иногда, видите, свои названия прикрепляются. Ну и монастырь Святой Екатерины на Синае, он тоже изначально не так назывался, но ее присутствие там, оно поменяло и название в том числе. Ну вот наши паломники, нам сейчас, наверное, станет видно, да, зигзагообразная идет тропинка, поднимаются. Вообще, как правильно подниматься на гору искушений? Ну, правильно подниматься так, чтобы не было искушений. Поэтому с молитвой обычно читают Иисусова молитву. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Идут не торопясь, очень важно идти ритмично, потому что дыхание сбивается, устаешь, и нужно идти не быстро и в одном и том же темпе. Тогда, в принципе, можно подняться. Про искушения хочется поговорить, это, наверное, уместно именно здесь сделать. Вот искушения паломников и искушения гидов. Я про искушения журналистов сейчас не затрагиваю тему. Это, наверное, самое обширное и самое болезненное для нас. Ну, вот такие общие моменты. Ну, какие у паломников бывают искушения? Ну, искушения в основном такого порядка, что они просто устают. И усталость. Знаете, люди, которые мало дома читали Евангелие, которые недавно пришли в церковь или просто не считают нужным знать Священное Писание, они оказываются в состоянии такого переполненного сосуда. Когда сил уже нет, голова уже, говорит, у меня трещит. А если человек знает Евангелие, ему проще. И вот когда человек Евангелие знает плохо, а здесь впервые все это слышит, так сказать, в встроенном порядке, начинается раздражение от количества информации, от количества святынь. Нередко бывает и некое раздражение на других людей в группе. Ведь кто-то медленный, кто-то где-то заострял, кто-то фотографирует, как мы, например, сегодня. Вот. И так далее. То есть есть какие-то причины объективные, но, в принципе, искушения эти, они типичны вообще, наверное, для любого путешествия, да, такого неувеселительного, скажем так. Ну, а у гидов какие бывают искушения? Вот, опять же, иногда паломники какие-нибудь по сто раз одно и то же спрашивают. Бывает, что на что-то раздражаются, например, человеку хочется посетить еще какое-то место, а его в программе нет, и человек говорит тебе, ну, это же рядом, а это 150 километров, да, а вот я читала, что это рядом, ну, и так далее. То есть вот такие вещи бывают. И гиду нужно не раздражаться, быть терпеливым. Опять же, без молитвы ничего не получается. То есть паломничество вынуждает и паломников, и гидов чаще прибегать к Богу. Вот в эту неделю молиться не только с батюшкой, с Евангелием, да, чтением Евангелия, но и самим по себе. Очень важный момент молитва Иисусова. Вообще, сейчас стало очень настойчиво звучать проповедь из многих-многих уст, что надо молиться этой молитвой, что это не только для монахов, что это для мирян, это повседневное делание, это не что-то эксклюзивное для избранных, это для всех и каждого. Да, потому что Иисусова молитва – это все Евангелие. Все Евангелие, сказанное в одной фразе. И сила ее еще в имени Господа Иисуса Христа. И бесы действительно его боятся. Только единственное, что эту молитву очень важно, как я знаю, как я читала, слышала, ее нужно читать с покаянием и со смирением. Ни в коем случае не ожидая от Бога каких-то видений, даров, просветлений. Если человек читает ее от желания очень острого, чтобы Господь принял его покаяние, помог ему, то она, наверное, не может быть во вред. Но опять же, от нас не требуется чтение определенного количества молитв. На это нужно брать благословение обязательно духовника. И мы читаем по мере возможностей, вот в дороге или в пути, там, моешь посуду, не знаю, да. И тогда ты уже потом буквально ждешь, ты буквально ждешь уже следующей встречи, тебе хочется опять хоть на две минутки, хоть десять раз сказать. Вот так, я думаю, для мирян, ну, по идее, вот как и наш духовник благословляет, это не вредно. А вот когда человек говорит себе, буду 150 молитв в день, это, конечно, уже надо, опять же, благословение духовника брать, потому что самостоятельно это можно впасть в прелесть, когда ты уже чувствуешь себя монахом, подвижником, маскетом, там, не знаю кем. Как сказала однажды моя младшая дочь, правда, это было, конечно, не на почве, Иисусовой молитвы своим старшим братьям и сестрам, да если бы не вы, я бы уже давно преподобной бы стала, да вот только вы мешаете, ну, чтобы такого не было. Да, но тем не менее, правильно говорят, что молитва нужна, потому что мир наш болен, смертельно болен, да, человечество находится в агонии уже перед вторым пришествием, это чувствуют все люди, старцы об этом говорят, исцеление, облегчение этой болезни, оно только через благодать Божию, которая привлекается молитвой, поэтому христиане должны молиться, обязательно, сердечно молиться, и Иисусову молитву, конечно, иметь в течение дня, да, это обязательно нужно, я так думаю, так чувствую. Всякий, кто призовет имя Божие, спасется. Теперь о бытовых аспектах нашего путешествия я вижу в руках кулек, который вообще-то не облегчает восхождение, по-моему, это лишняя ноша. Мы вот постарались все оставить, даже штатив не взяли от камеры. Ну, это совсем маленькая лишняя ноша, просто хочется чем-то угостить. Я несу русское печенье, купленное в русском магазине разных сортов, хочется немножко вот их побаловать к чаю, к кофе, потому что доставка еды сюда, на 40-дневную гору, весьма трудна. И паломники обычно очень любят возить угощения, горницкие, женские у нас такие другие места, где пешком идти много не надо. Вышел из автобуса, вручил. А в такие места попадает очень мало подарков. Ну и поэтому вот так иногда мы, местные христиане, стараемся по возможности чего-то им принести, хоть немножко. Ну вот, слава богу, мы уже почти возле монастыря. Аня, ну это не больше 10 минут подъем занял. Да, но тяжелое дыхание, видишь, трудно дойти. Но тогда вообще он небольшой, просто очень крутой. Я вообще, знаешь, что поняла? Я поняла, что я в самом начале оговорилась. Я сказала, что вот здесь впервые прозвучали слова. Не хлебом единым будет жить человек, а всяким словом, исходящим из уст Божиих. Ну, кстати говоря, светские люди только первую часть цитируют, да? Вторую нет. Ну, и тут моя ошибка, потому что Господь, ты цитировал Священное Писание, Он это раньше сказал, и не здесь. Он просто здесь произнес так, что оно прозвучало, и все услышали. На горе Нево, откуда Моисей увидел землю обетованную. Он не вошел в нее, он умер на горе Нево. Там он произносил проповедь и последний раз напоминал народу. Эта проповедь вошла во второзаконие. Напоминал народу, как им нужно спасаться, что делать, чтобы жить с Богом, быть народом Божиим. И вот, собственно говоря, эти слова Господь и цитирует здесь. И что интересно, гора Нево находится приблизительно на противоположной стороне. Ну, вот это к вопросу о том, что надо чаще читать и хорошо знать Священное Писание. Ну, все, друзья, мы пришли. Вот монастырь. Программа пребывания на Святой Земле обещает нам еще много интересного. И надеемся, что милостью Божией и Вашими молитвами мы справимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok